Создавать 3D-модели, собирать роботов и управлять квадрокоптерами. Этому и многому другому научат детей в сельских школах республики. Так, в рамках национального проекта образования с этого учебного года сразу в двух школах Мариинско-Посадского района пройдет техническое переоснащение. Там откроются центры современного образования, точки роста. В одну из школ побывала наша съемочная группа. На первый взгляд обычная сельская школа. На самом деле точка роста. Это пока здесь стандартный учебный класс. Вскоре сюда завезут современную мебель и оборудование. А пока в Октябрьской средней школе завершается ремонт кабинетов. Выглядеть они будут совершенно иначе. Никаких парт и досок. Особый дизайн, создающий ощущение открытого пространства, чтобы удобнее было работать с девайсами. Многие сельские, деревенские школьники это оборудование видели только по телевизору и по интернету. Там будет 3D принтер, будут квадрокоптеры, соответственно, будет шлем виртуальной реальности. Это не только ученики, это и учителям будет очень интересно. Мы уже ожидаем поступления оборудования на сумму в 1 миллион 600 тысяч рублей. И к этому времени нам нужно подготовить и отремонтировать два кабинета. Технология, информатика и ОБЖ. Именно три этих предмета начнут по-новому преподавать в точке роста уже с 1 сентября. На территории Чувашии таких центров в этом году будет более 40. К 2024 году их станет уже 180. В Мариинско-Пасадском районе в двух школах реализуется эта программа. Это у нас Октябрьская средняя школа и Шоршевская средняя школа имени Андриана Григорьевича Николаева. На данный момент в школах ведутся ремонтные работы. Администрации района на эти работы выделены деньги. 271 тысячу. И своими силами школа у нас проводит эти ремонтные работы. Почти уже завершается. Новый уровень образования в сельских школах – одна из задач проекта. Талантливые дети должны иметь равные возможности. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика.